Луна появилась в доме Надежды Каревой после того, как девушка смирилась с мыслью о том, что мечтам о собаке сбыться не суждено. Тогда выпал-пал на ориенталов. Говорят, кошки этой породы по характеру и повадкам похожи как на своих собратьев, так и на собак. И, как показала практика, это действительно так. Она приносит игрушку. Ее можно обучить командам. Она очень умная и не дает спать с утра. Она тоже будет, но не гулять, а вот именно ей хочется любви, ласки, поиграть. Другие породы как бы сами по себе, как должны кошки делать. Спать там 20 часов в день, а она нет. Она вот вечно сидит рядом. К выбору питомника Надежда подошла очень ответственно. Шестимесячную Луну привезли в Подмосковье аж из Новосибирска. Котенок довольно быстро освоился, подружился с хозяйкой и очаровал всех ее друзей. Поэтому, как только Надежда узнала о конкурсе нашего телеканала «Мой маленький тигр», сразу решила, что будет участвовать. Я не сомневалась, что она понравится людям и хотела показать. Просто очень редкая порода на самом деле. Я их очень редко видела. Но я очень обрадовалась, конечно. Я знаю, что она красивая, и я за нее рада, что она победила. Сейчас Луна уже умеет приносить мячик, выполнять команду «Сидеть». В процессе освоения следующая команда «Дай лапу». Правда, в присутствии нашей съемочной группы победительница засмущалась и отказалась демонстрировать свои умения. Но в нашем распоряжении есть подтверждающее домашнее видео. Ничто не портят такие коты, да и вообще домашние кошки. К ним надо относиться с пониманием. Они игривые и не все, конечно, но не надо на них злиться. Надо принимать их такими, какие они есть, и любить. В планах надежды обучить Луну еще большему числу команд, а также к лету купить шлейку и поводок и приучать своего черного котопса к уличным прогулкам. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.